всем привет продолжаем изучать акту и я предлагаю на те два приложения которые мы создали до этого когда строили простейшее распределенное приложение накрутить http сервис поэтому те приложения ping pong я решил переименовать frontend и backhand и соответственно как мы видим я перенимал все ненужные некрасивые части чтобы они соответствовали тому что я хочу и удалил ненужные актеры здесь и и удалил ненужную работу и переном и переименовал то есть в итоге у меня один из пинг-понгов то есть превратился frontend просто ради удобства чтобы с конкретными вещами мы в любом случае работаем лучше чем с абстрактными поэтому да пусть будет один backhand а другой так вот на frontend мы накрутим http то есть и идея какой хочу вот у нас есть два сервиса которые на данный момент коммуницирует в распределенном режиме на один из них мы накручиваем http сервис и вот этот http сервис будет пересылать работу на backhand backhand там что-то делает и возвращает ответ на на наш frontend а этот frontend в итоге будет отдавать в виде джейсона в виде джейсона текст тому кто попросил http запрос то есть классическое такое распределенное приложение которое активно используется давайте напишем для начала нужно подключить две библиотеки Stripe core и http spray JSON нам нужно было что бы делать чтобы превращать объекты в gson и обратно по большому счету а Асиепикор, чтобы все это дело организовать. Так, вот такой вот план. Что ж, поехали. И я предлагаю начать именно с бэхэнда, поскольку там понятно, что делать. И от него проще оттолкнуться. Так, для начала мы создадим домейн-класс. Назову я его Person. Только я его... Это будет FinalCase. Name, string, age, int, ee, ee, ee. Давайте еще одно какое-то поле. Country, string. И мне нужен object. Только я сделаю не компаньон, поскольку напоминаю, компаньон и класс, если они одинаково называются, они в итоге у нас сольются в одну. Но в данном случае мне не... Я этого не хочу, чтобы они сливались в одно, поскольку я собираюсь вот этот Person передавать по сети. И я хочу, чтобы Person был только вот этим представлен, а что компаньон не был. Или мне надо вынести будет в отдельный класс, а чего я делать не хочу. Я хочу, чтобы все в одном месте. Person, db. И здесь я создам типа небольшой базы данных, к которой мы будем обращаться. И тут у меня идея подвисла. Гениально. Person. Тюджин. И давайте еще одну введу. Так, это будет, скажем так, наша база данных. И давайте я введу метод findByName, который просто обращается к базе данных нашей. И find так, отлично. То есть, вот поэтому я и назвал Person.db. Я не хочу, чтобы вот в этот класс Person добавлялись вот это поле и вот этот метод. поскольку нам нужно будет стерилизовывать и отправлять все это на сторону сервера. на сторону фронтенда. Ой, на сторону фронтенда. На сторону фронтенда. Так, теперь к нашему главному нашу main идем. Идем к нашему worker импорту импорту импорта person.db и и и и sender то есть наш мы с фронтенда будем на наш backhand посылать сообщение делать запрос и наш backhand будет отправлять ему имя. Давайте еще одно один кейс на случай ой зеваю в очередной раз на случай неправильных левых запросов каких-нибудь так как я уже сказал нам нужно вернее будет происходить сериализация но здесь нам нужно руками ее прописать нужно руками ее прописать сери ой сериализация java task и теперь мне нужно скажем так забиндить 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 person вот с этой java вот таким вот причудливым образом это делается сериализация поскольку мы собираемся передавать классы по сети а когда мы передаем классы по сети нам нужна сериализация так и вроде как со стороной бэхэнда у нас все готово то есть у нас есть база данных у нас есть домейн модель метод который извлекает и у нас есть создан воркер который умеет отвечать да я еще здесь поправил порты поправил порты если что но это в принципе здесь уже не так важно давайте теперь заниматься нашим этим нашим фронтендом на котором мы хотим накрутить http давайте здесь введем настроечные файлы 88 host local host так давайте их прочитаем val host config нет string htp host так там у нас порт порт и здесь get int так как вы видите ссылка на на воркера на бэхенде у меня уже есть теперь смотрите вот эту францент систем нам нужно перенести в имплисит может пока не совсем очевидно зачем сейчас будет понятно сейчас мы создадим еще один объект который также является имплиситом а я забыл слово actor actor materializer вот мы сейчас будем писать код и вот этот объект он код который мы ниже напишем который будет выглядеть как серия методов но он их превратит в акторы благодаря вот этот объект то есть он неявно каждый раз будет добавляться и библиотека таким образом построена что вот сейчас написанный ниже нами код он превратится по факту в акторы такс теперь нам нужно лишь маршрутизацией заняться маршрутизацией заняться ой вытянуть опять нужен библиотеку вот вспомним где этот метод конкад я как будто все помню давайте подключаем потихонечку акка это возможно к штепи относится скала DSL скала DSL сервер директивы отлично вспомнил вспомнил вот здесь сейчас мы будем описывать скажем так используя DSL язык который нам акка предоставляет таки мы вот прям вот как будто как будто мы пишем этот как его HTML код можно сказать get только давайте сперва не get а я хочу корневой угол дел сперва написать и здесь вместо корневого узла не метод get метод get конечно но по корневому узлу здесь есть такой специальный метод get single slash get single slash и чтобы дать ответ мы используем вот такой вот метод complete complete в который мы передаем http entity http entity сюда можно вот в этот http entity ну давай помогай чего он не хочет помочь мне а наконец в этот http entity можно записать можно записать прямо html код но вообще ак арка и html код это как бы не про это вернее акка не про это аку можно использовать в качестве как его бхэнда когда джессона давать но не html html лучше что-нибудь лучше взять play поэтому поэтому я здесь очень простой ответ отдам просто строчка дам это это первый путь второй путь второй путь вот здесь мы будем по имени отдавать person то есть я вот сейчас вот такой путь пытаюсь описать get значит па 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 пусть будет пас префикс pass-prefix person person и здесь мы связываем с переменной вот здесь например long long number то есть вы связываете с переменной за место name вы как бы связываетесь с этой переменной то есть есть специальные объекты как мы видим, но мне нужно чтобы это была строка поэтому будет remaining то есть оставшаяся часть по сути эта строка будет у меня обозначать имя поэтому сразу здесь пишу имя и вот здесь нужно будет вот у этого воркера попросить имя имя, имя, имя имя, там, имяю import pode потом ask здесь нужно еще тайм-аут добавить сейчас мы добавим я сейчас пытаюсь тип передать так давайте я сейчас быстренько тип здесь также создан такс сейчас мне нужно здесь тайм-аут то есть время ожидания сколько я готов ждать импорт скала конкурент дурэйшен такс импорт а а к ютил тайм-аут ну и давайте явно передадим а а а а а а а а можно было конечно через имплисит передать, тогда это не нужно но передадим явно, короче говоря, ждем 5 секунд теперь мне вот этотенсор нужно распарсить вот похожим образом здесь у меня может быть option прийти, так ведь? ну и давайте onSuccess то есть как вы понимаете может быть не только onSuccess, может быть еще onFail и здесь два варианта case, то есть он у нас либо some, тогда мы complete personal, либо none, я надеюсь вы тип options точно знаете complete тут подчеркиваю, сейчас мы с этим тоже разберемся status codos not found подсказывать мне идея будет или нет dsl-скую, скаловскую берем отлично теперь смотрите, мы хотим отдавать json, нужно чтобы кто-то нам брал и переводил объекты в json и собственно вот эта вторая библиотека, которую мы подключали в этот спрей джессон, она этим и занималась так нам нужно будет воспользоваться особыми методами, которые собственно этим занимаются значит пишут имплицит, 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 val, person, format, json, format, tree 3 это показывает количество полей и там опять связано максимальное число, магическое число 22 как вы многие знаете и здесь нужно передать и нужно еще импортнуть библиотеку библиотеку ой, какая, Spray Spray, json, default если я правильно запомню нет, неправильно нет, правильно это чтобы метод вот этот подключить сейчас нужно еще одну штуку подключить которая поможет вот сюда проникнуть ой они они все правильно AK http scala dsl марш то есть вот эти маршалеры маршалеры Spray, json и и и только не стриминг конечно отлично и вот у нас на самом деле вот уже все готово нам нужно лишь собрать вот эти куски хоз, порт и пути пути в один объект и есть такой специальный объект http опять мне скала не помогает скала не помогает скала не помогает ой идея не помогает сейчас помогла ну помогла же импортнулась да вот скала dsl http так давайте я на этом есть binding handle и поехали roots а а а дальше host и дальше порт но остальное необязательно все 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 готово все готово для нашей коммуникации со стороны сервера о со стороны фронт-энда то есть то что мы назвали фронт-эндом ну давайте поднимать итак вот наша главная страничка welcome to the jungle welcome to the jungle person вот наш json вот то что worker получил я отдал нам в итоге то есть вот наше взаимодействие наше распределенное взаимодействие и к тому же мы фронт-энду подключаемся через http сервер который нам предоставлен ак давайте еще юджин чего так долго а чего так долго мария гораздо быстрее ну как мы видим все работает все работает и так что сделали мы преобразовали наше простое распределенное приложение которое у нас было поделено на две части таким образом что одно из них теперь у нас работает как http сервер способный принимать запросы вот мы описали простые пути только get запрос но с этого нашего фронт-энда да мы делаем запросы на back-end и получаем ответ также не забудем что нужно делать сериализацию если вы хотите использовать свою сериализацию вы также создадите типа mysr здесь укажите свой класс и здесь также свяжите со своей переменной если вас не устраивает джавовский вариант ну и как мы видим здесь еще подчеркнул что вот помните я говорю что мы напишем код который превратится в актеры то есть вот это вот код вот этот кода выглядит же как один большой метод но по факту вместе вот с этим это будут актеры и это осуществляется именно вот с помощью вот этого материалайзера который превращает в актеры так в следующий раз я предлагаю посмотреть либо работу по расписанию либо по маршрутизацию посмотрим то есть посмотрим на бэхэнде как мы можем насуществить работу вот такой примерный план то есть будем вот это приложение немного усложнять усложнять чтобы посмотреть основные моменты которые активно используются в баке на этом все see you next time